Друзья мои, всем привет! Сегодня 28 марта. На улице очень хорошая погода, солнечная. Погода отличная. Вот так и выйти с детьми, гулять и гулять. Но, увы, карантин. Всем приходится сидеть дома. Вот там только парочки с детьми гуляют у дороги. Решила я приготовить сегодня окрошечку. Окрошку непростую, необычную такую. Из небольшого количества ингредиентов. Самая актуальная сейчас. Вот такое количество зелени я припасла. Ну, крупа не так много. Такой вот кучочек. А луку побольше. Для начала мы немножечко картошечки возьмем вареной. У меня вот такие три небольшие картошинки. Вот так мелко покрушим ее. И в тазик. Возьму три огурчика. Да не мелких. Огурчиков вшатничать не надо. Они хорошие, сейчас вкусные. Пупырчатые. Огурчик порубила. Ну, а теперь редисочки с полкило. Ну, какая же окрошечка без зелени. Укропчик свеженький, душистенький. Мелко-мелко покрошу. Вот так. Пучок зелененький. Да побольше. Да помелче. Вот еще один пучок зеленого лука. Сейчас еще покрошу. Лука мало не бывает. А крошечка у нас витаминная. Укрепляющая иммунитет. Только все полезное. Только все вкусное. Вот какая красота у нас получается. Картошечки совсем мало-мало. Зелень. Лучок. Такую окрошечку хорошо положить. Колбаски, миска. Но мы этого делать не будем, друзья. Ну, мы это кто? Это я. Не буду этого делать. Так как у нас окрошечка постная, витаминная. И белок животный я заменю на белок растительный. Сейчас я открою баночку. Фасоль промою в дуршлате. Положу сюда. Так вот, фасолька. Все здесь растительное. Все полезное. Такую окрошку можно отнести к разряду постной. Для похудения. Аромат стоит. Что нам нужно для окрошки? Конечно же, квас. Квас я не буду делать, наливать сюда. А приготовлю кое-что другое. Для заправки я возьму баночки кипятка. Положу туда 2 чайные ложки хрена. Две чайные ложечки горчички. Где-то с чайную ложечку. Может даже поменьше соли. И вот такая вот заправочка получится. Сейчас я попробую на соль. Остренькая. Как я люблю. Соли маловато. Сейчас еще немножко добавлю. Просто объедение. Так что будем собирать окрошечку. Друзья мои, вот и готова окрошечка. Многие скажут. Нет, я не так готовлю. Я бы положила бы вот это. А я вот это не люблю. А я вот так делаю. Мои хорошие. Сколько людей, столько и вкусов. И столько же рецептов окрошки. Да что сюда не положи. Все вкусно. Все съедобно. Вот так вот. Все я перемешала. Теперь буду укладывать в горшочек. Это постная. Вариант такой. Вот я уже говорила. Наливаем туда этот вот рассолчик. Ай, уже слюни текут. Так вот. Ну, а для тех, кто не постится, можно положить яйцо. Положить сметанки. Вот такую вот окрошечку я приготовила. Буду кушать с удовольствием. И угощать друзей. Правда, нельзя сейчас ходить в гости и звать. И приглашать. Ну, самых близких можно. Всем пока-пока. Спасибо, что были со мной. Всем приятного весеннего настроения. Здоровья. Здоровья вашим семьям. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok